Огромный лайнер, 239 человек на борту, исчез с радаров ночью 7 марта. Поиски Боинга продолжались без остановки всю минувшую неделю, в двух океанах, Индийском и Тихом. Ни одну из версий международной спецслужбы не сбрасывали со счетов, от терроризма до катастрофического отказа важнейших систем жизнедеятельности самолета. Модель Боинга 777, выполнявшего пропавший рейс малазийской авиакомпании, одна из самых популярных на международных линиях. Ежедневно на борту таких лайнеров летают тысячи пассажиров. Трагедия малазийского лайнера – это самая масштабная авиакатастрофа с ноября 2001 года. Вскоре после взлета в аэропорту Кеннеди, тогда разбился аэробус American Airlines. К сигналам радаров присматривался Роман Мамонов. Всю неделю малазийские, китайские, вьетнамские, тайские, индийские и американские спасатели тщетно всматривались в поверхность моря – экраны радаров и сонаров. Рейс MH370 словно растворился в небе над Южно-Китайским морем. Как в фантастическом сериале или ужастике Стивена Кинга. Был лайнер и не стало. Боинг 777 исчез через два часа после вылета из Куала-Лумпура и не дотянул совсем немного до континентального Вьетнама. Дальше – неизвестность. Главный вопрос всей минувшей недели – где мог пропасть Боинг? Это маршрут самолета из Куала-Лумпура в Пекин. И последний раз Боинг выходил на связь с диспетчерами примерно вот в этом районе. Затем появляются снимки от китайцев со спутников, которые говорят о том, что в этом районе Южно-Китайского моря были обнаружены некие светлые фрагменты большого размера. Район проверили, но так ничего и не нашли. Затем появляется информация от малазийских систем ПВО о том, что якобы самолет в точке последнего контакта развернулся и полетел на запад через Сиамский залив в район Индийского океана. Но и эту информацию позже опровергли. И, наконец, последняя зацепка – это информация со спутников, которые зафиксировали сигналы с неких бортовых систем о том, что самолет летел еще 4-5 часов с момента последнего контакта. И поэтому зону поиска расширили до 2,5 тысяч миль, это 4 тысячи километров от места предполагаемого падения. И теперь в эту зону поиска входит и Адаманское море, и даже континентальная Азия. В Индийском океане сейчас ведут поиски американских кораблей. И пока спасатели и военные прочесывают километра за километром морскую акваторию, специалисты пытаются понять, как напичканный электроникой борт мог исчезнуть, не оставив даже электронных следов. В случае чрезвычайной ситуации пилотам достаточно нажать всего пару клавиш для подачи сигнала СОС. Но уже известно, что системы связи с диспетчерами, таковых на борту две, были кем-то отключены перед тем, как самолет, возможно, изменил курс. Если это был захват, то террористы знали устройство лайнера. Сразу вспоминается теракт 11 сентября. Кроме того, на А777-м Боинге столько устройств, постоянно передающих информацию о состоянии самолета, что некоторые из них просто нельзя отключить. Например, адресно-отчетная система авиационной связи. Она работает в автоматическом режиме и отключиться могла только в случае полного обесточивания лайнера. Давайте предположим, что все сигналы пропали, устройства связи повреждены. Тогда самолет должен сначала сжечь все топливо, потом слить воду, избавиться от багажа, и он может приводниться. Но помните, что они должны подать сигнал для спасательных команд, чтобы показать свое местоположение. Но сигналов не было. Так что даже если расширить поиски до Индийского океана, это вряд ли даст результат. Все версии под стать обстоятельством произошедшего. Катастрофа? Но тогда где обломки, детали обшивки, чемоданы? Раньше, в случае падения в море, место катастрофы находили максимум за пару суток. Вторая версия – захват террористами. В ее пользу тот факт, что на самолет по украденным паспортам проникли двое иранцев. Но где же тогда самолет? Почему нет требований? И почему ни одна система ПВО его не засекла? Чем больше информации мы получаем, тем больше склоняемся к выводу, что произошедшее не имеет отношения к терроризму. Если принять во внимание, что 19-летнего мужчину, летевшего рейсом 370 по чужому паспорту во Франкфурте, ждала мать, то становится ясно, что в данном случае речь идет о нелегальной эмиграции, а не о попытке совершить террористический акт. Самые горячие головы уже начали выдвигать версии об инопланетянах. Но то, что для одних повод для шуток, для сотен родных пропавших пассажиров – мука. Мы играем со временем на перегонки. Чем раньше они расширят зону поисков, тем больше шансов у наших родных на выживание. Но если малазийцы и дальше будут бездействовать и терять время, то мы упустим шанс найти наших близких живыми. Малазийцы должны нести ответственность за все, что они говорят, и держать свои обещания. Надежда родных питает и тот факт, что сотовые телефоны многих пассажиров почему-то принимали звонки. Вместо абонент находятся вне зоны действия сети, звучали гудки, а потом сигнал занято. Впрочем, специалисты говорят, что это мог быть сбой сети. Эксперты пессимистичны. Найти пассажиров живыми можно только, если самолет угнали или где-то посадили. В случае же падения или аварийной посадки на воду, спустя неделю выжить могли немногие. Время не на нашей стороне. С каждым часом площадь поиска расширяется. Стандартно считается, что человек может выжить в открытом море 72 часа без еды и воды, просто за счет желания выжить. Но после этого срока шансы снижаются. Это то, о чем мы прежде всего волнуемся сейчас. Пропажа Боинга объединила несколько стран. Китай. На борту было 150 его граждан. Малайзию, Индию, Индонезию, Австралию, США, Францию, Россию. Житель Сибири летел с отдыха. И пока люди отказываются верить в худшее. Хотя, например, Вьетнам уже заявил, что сворачивает поисковую операцию. Роман Мамонов, Эхо неделя, RTVI. Право на самоопределение, свобода слова и судьба пропавшего лайнера были в центре событий минувшей недели. Надеемся, на будущее нас ждет больше хороших новостей. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин